Глубок уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте предложить вашему вниманию доклад по использованию биомиплантатов для замещения обширных дефектов после широкой сегментарной резекции у собак с остеосарком. Я вкратце быстро расскажу, что у нас заподразделение онкологического центра, существует оно с 1965 года и занимается вопросами сравнительно онкологии человека и животных. А в последние 30 лет основной нашей задачей является изучение различных материалов, которые возможно использовать для замещения обширных дефектов у животных при злокачественных болеваниях костей. В течение последних 5 лет акцентом мы делаем на использовании так называемых биоимплантатов. Что это такое? Я вкратце напомню, что это трупные органы, которые прошли оригинальную методику обработки, которая запатентована у нас в Российском онкологическом научном центре, в отделении лаборатории клинического иммунитета. И после того, как эти кости прошли специфическую химическую деиммунизацию за неделю до операции, они заселяются мезонахимальными стромальными мультипатентными клетками рецепиента и после этого трансплантируются после широкосегментарной резекции нашим пациентам. Но изначально мы не смогли применять этот метод непосредственно на больных животных, а использовали смоделированные системы на живых здоровых донорах. В двух случаях мы резецировали донором часть крыла повздошной кости. В одном случае происходила резекция локтевой кости и непосредственно снимки интероперационные. Это сам биоимплант, вопрос резекции и в дальнейшем фиксация с помощью металлоконструкции. Функциональный результат на 40-е сутки у животного с трансплантацией повздошной кости и данные компьютерной томографии, которые говорят о наличии и формировании консолидации этого импланта с материнской кости. В дальнейшем через 167 суток мы этот имплант удаляли и исследовали его макроскопически и микроскопически. При микроскопическом исследовании мы не получали, что через 167 дней эта кость была заселена какими-то клетками этого рецепиента. Но и с другой стороны наши морфологи утверждали, что происходят постепенные процессы реорганизации костной ткани и признаки отторжения также отсутствуют. Как это происходило обычно, когда использовались различные другие аллотрансплантанты. Локтевая кость и также вопрос резекции – это микрофотографии, которые свидетельствуют об этих пустых лакунах, которые лишены остеоцитов предыдущего хозяина. Функциональный результат на третьи сутки у животного присутствует хромотоопирающего типа, но в целом оно передвигается достаточно эффективно. Обзор на рентгенограммы и тоже на 40-50-е сутки мы видим уже формирование консолидации. Через 106 суток провели ангиографию и увидели, что в области биоимплантата есть хорошая воскулиризация. Функциональный результат через 2,5 года после трансплантации локтевой кости. На наш взгляд, очень сложно понять, что у этого животного была проведена подобная операция. Он очень хороший. Через 2 года мы удалили металлическую конструкцию и взяли биопсию локтевой кости. И это данные интероперационные. Мы во время операции даже не видим никаких границ, где у нас есть донорская кость, где есть материнская. То есть всё выглядит как единая, как родная кость. И в дальнейшем при микроскопическом исследовании обнаруживаем колонну остеоцитов. А различные независимые лаборатории, в том числе независимая великобританская лаборатория, которая занимается патологиями у животных, даёт нам заключение о том, что есть признаки ремоделирования, есть остеоциты, есть костный мозг. Функциональный результат после биопсии и снятия металлоконструкции также оставался хорошим. Животное не испытывало никаких неудобств при передвижении. Всё это позволило нам надеяться на то, что мы можем использовать этот метод в отношении лечения уже больных животных, которые регулярно поступают к нам с новообразованиями костей. Ну, первым случаем у нас получилась не обычная трансплантация биоимплантатом, а к сено биоимплантатом у нас не было в банке костей непосредственно кошек, и мы провели трансплантацию собачьей кости непосредственно кошки. С диагнозом хондросаркома, широкая сегментарная резекция кости, 6 см дефект, и вот такой у нас есть биоимплантат, который, в принципе, подошёл к этому животному. Формируется артрадез коленного сустава на костная пластина, рентгенограмма после операции, функциональный результат первой сутки и функциональный результат на 45-е сутки. Ну, этому животному грозила ампутация, или всё-таки оно передвигается, да, конечно, с артрадезом коленного сустава, но в целом его функциональный результат, мы считаем, что это хороший. Большинство у собак нозологической формой опухоли костей, у 9 из 10 собак, будет остеогенная саркома. И с 2013 года мы провели 22 органосохранные операции с применением использования биоимплантатов в качестве материала для замещений. В основном это были грудные конечности, более чем 50% в случаях это дистальный отдел предплечья. Значит, очиотомию проводили, отступая от, видимо, границ опухоли, на основании рентгенограммы магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии, всем животным проводилось морфологическое исследование и соответствующая неодювантная и одювантная химиотерапия, согласно международным протоколам. Фиксировались пластинами DCP, LCDCP, и, как правило, чаще всего формировался ратротез. Несколько клинических случаев. Животное с осью саркома и локтевой кости проведено широкой сегментарной резекцией порядка 9-10 см и замещение дефекта с помощью биоимплантата. Также неодювантное лечение прошло это животное. Непосредственно интероперационные снимки. Функциональный результат первые сутки после операции. Функция конечностей как хорошая оценивается. Функциональный результат 30-е сутки. Никаких фиксирующих устройств этому животному уже не требуется. Видел ангет. И функциональный результат через 1 год. Животное живет хорошей качественной жизнью. Еще один клинический случай. Животное поступило с осью саркома дистального отдела предплечья. Но у этого животного также одномоментно было выявлено первичный рак легкого. Возник вопрос, что делать первоначально. Первоначально этому животному было доказано, что это аденокарцинома. Проведена неодювантная химиотерапия. Проведена лобэктомия краниальной доли легкого. И через 2 недели после этой операции проведена широкосегментарная резекция кости. А в дальнейшем адювантная химиотерапия. Непосредственно биоимплант, объем резекции. К сожалению, за счет того, что в наличии не было другой пластины, функциональный результат у этого животного оценивали как удовлетворительный. И ему использовался лангета. Хочу сказать, что продолжительность жизни этого животного составила 25 месяцев. Погибла она от генерализации аденокарциномы легкого. Если пересчитывать этот, интерпретировать это на медицину человека, то это больше 15 лет. Так животное выглядело через 2 года. И последний клинический случай. Дистальный отдел. Наиболее частая локализация у собак с остеусаркомой. Широкосегментарная резекция. Замещение биоимплантом. Состояние животного достаточно крупное. Порядка 80 килограммов. На грудную конечность. Хочу сказать, что у собак 70% нагрузки происходит на грудную конечность. Спасибо. Все? Последний. Не буду клинический случай. Быстрые выводы. 22 животных, 6 инфекционных осложнений, но ни в одном из них нам не потребовалось провести ампутацию или удалять имплант. Все контролируется на основании антибиотикотерапии. Функциональный результат из 22 животных у 18 мы оценивали как очень хороший. Хороший или, по крайней мере, прекрасный. Два случая отдаленного рецидивирования, к сожалению, было. И мы не наблюдали у этих имплантов отсутствие иммунологической реакции в виде рассасывания. Спасибо. Быстрые данные по том, как интерпретировать продолжительность жизни собаки и человека. В среднем 13,8 месяцев – это продолжительность жизни наших пациентов. Для человека это интерпретация в 8,3 года. Наши выводы. Материал можно использовать для замещения больших дефектов. Мы считаем прекрасные механические свойства, которые были у нас подтверждены, в том числе с помощью специального оборудования и прессов в Институте стали и сплавов. Отсутствие иммунологической реакции в виде рассасывания метод мы, возможно, рекомендуем для применения в медицине человека и снижения инфекционных осложнений, в том числе, наверное, возможно, из-за того, что мы используем систему постоянного внутриверного доступа именно порты. Наша библиография. Спасибо за внимание, наш коллектив. Так, очень интересный доклад. Какие вопросы? Пожалуйста. При ортотопической – нет. Это делали на этапе еще исследований, когда делали гетеротропную трансплантацию в паховую складку. Ну, считаем, что этот фактор заселения мезонхимальными стромальными клетками, он очень важен, поскольку это клетки-предшественники. Контрольной группы для таких пациентов нет. На лабораторных животных это было. Еще вопросы, пожалуйста. Да, у нас большая клиника. Да? Порядка. Так, еще вопросы. У меня к вам пару вопросов. Первый вопрос. Существуют ли у животных оригинальные эндопротезы? Да, но в отношении онкологии они не совсем подходят. В основном это эндопротезы тазобедренных суставов. Дело в том, что с точки зрения онкологии таких локализаций почти что не встречается. Собак не укушает. То есть индивидуального протезирования нет? Индивидуального протезирования нет. Дело в том, что я встретился с этим в Швейцарии, перелом у большого животного, то есть у лошади. И там было такое разрушение, что хозяин попросил протезировать. И был подготовлен индивидуальный протез. Ну, при желании можно многого достичь. У вас опыт есть? У нас опыт с антипротезированных тазобедренных суставов есть, но не у онкобальных. Хорошо. Онка вы имеете в виду пациента? Да. Хорошо. Так, это первый вопрос. И существует какая-то социальная программа для человека, это ОМС. Для животных существует такая программа? Мы являемся структурным подразделением онкологического центра, и онкологический центр нам в этом отношении помогает. Нет, нет, я не об онкологическом центре, я говорю о стране. Я говорю, существует для собак какая-то, для животных какая-то программа социальная? Нет, это чисто наша инициатива. То есть, это больные, то есть, хозяева оплачиваются? Часть они оплачивают, то часть, которая не может им дать онкологический центр. То есть, онкологический центр нам выделяет препараты, он дает нам возможность пользоваться каким-то оборудованием. Это все не оплачивает владельцы. Если ему необходимы какие-то быстрые анализы, он это делает с помощью частных подразделений. Спасибо. Какие еще вопросы? Да, вот еще задавали коллеги вопрос. А вот кошка, которой пересадили собачью кость, она, собака была какой породы? Я подозреваю, что, наверное, таксия. Сейчас узнать это сложно, какая была порода. То есть, мелкая собачка. Но таких случаев у нас два есть. И это, мне кажется, еще очень интересно для медицины человека по той самой причине, что если эти ксенобиоимплантаты не отторгаются, таким образом, в медицине человека мы не призываем использовать кости собак или кошек для замещения дефектов у людей. Это, например, сельскохозяйственные животные. Почему нет? Ну, может быть, да. Для каких-то случаев, конечно, для каких-то. На всякий случай ксенопластика сегодня запрещена во всем мире. Человеку. Животам? Пожалуйста. Так, еще вопросы. Да, кошка как себя чувствует после этого? Не лает? Не кусает, да. Спасибо. Хорошо. Все.